Здравствуйте друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня поговорим про формирование кредитной истории. То, что я сейчас вам расскажу основано на моем персональном собственном опыте. Вы вольны прислушаться, можете делать по-своему или слушать других экспертов, знатоков и так далее и тому подобное. В любом случае, те, кто услышит меня, для них эта информация может стать полезной, потому что гораздо приятнее, наверное, услышать, как другой человек наступил на грабли и избежать ошибок, чем повторно наступать на свои грабли. Начнем с того, что большинство людей, которые приезжают в Америку, идут по пути подачи на беженство и, соответственно, весьма долгое время ждут номер социального страхования. Что это означает? Это означает, что они не будут допущены до полноценной кредитной линии в американских банках и других кредитных компаниях. Есть множество мнений по поводу так называемой Secured Credit Card. Я сам с ней лично сталкивался, в Wells Fargo мне такую карточку оформляли. Могу вам сказать, что это полная туфта. Формирование кредитной истории начинается исключительно с того момента, как вы получили номер социального страхования SSN. Еще раз говорю, я рассказываю о своем собственном опыте. В настоящий момент у меня максимальный кредитный рейтинг был 736. Credit Score сейчас немножко уменьшится до 718, потому что я открыл дополнительные кредитные линии. И то, что я говорю, это то, что я сам добился исключительно своей головой. Еще раз говорю, вы вольны слушать любых экспертов и действовать по своему усмотрению или можете прислушаться к тому, что говорю я. Так вот, настоящая кредитная линия начинается исключительно, когда вы получили номер социального страхования. После чего вам необходимо будет начать открывать кредитные карточки. Где проще всего подать applications, то есть форму на заполнение, на кредитную карточку? Там, где их проще всего дают. То есть начинать вам нужно будет с предложений, которые предлагают заправочные станции. Практически на каждой заправке British Petroleum есть такие формы на заполнение. Вы можете зайти на этот сайт, на ихний и, соответственно, заполнить эту форму. Скорее всего, имея этот номер SSN, вам этот кредит сразу дадут. Фишка в том, что вы должны будете покрывать все свои расходы на, к примеру, заправку бензина и своевременно, не позднее, чем через месяц до того, как появляется дата платежа, то есть граничная дата past due date, покрывать полностью все ваши расходы, не дожидаясь того, что у вас начинают капать пени. То есть только в этом случае у вас эта стратегия будет работать. После того, как вы пару месяцев поработаете с этими карточками, это может быть не только BP, другие заправочные станции тоже предлагают подобного рода услуги и такие же кредитные карточки, аккредитованные в других банках. Вы можете открыть такие же точно карточки, подать заявку, например, в Capital One или, например, в Discover. Достаточно лояльно эти две компании относятся к новичкам, кто только-только начинает формировать свою кредитную линию и, соответственно, на старте дают порядка тысячи, полутора тысяч долларов. Так, как здесь абсолютно та же самая. То есть вы все свои расходы, даже если у вас есть наличка, проводите через эти кредитные карточки и в конце месяца полностью покрываете, чтобы у вас не оставалось отрицательного остатка. Как только остается отрицательный остаток или вы делаете день просрочки по платежам, минимальный платеж, у вас сразу автоматически начинают щелкать очень большие проценты. И самое неприятное, вы теряете свои так с трудом заработанные кредитные очки. Для чего нужны вот эти кредиты? По большому счету, если вы человек разумный, у вас все ваши траты будут исключительно за те деньги, которые вы заработаете. Кто-то ведется на кредит на покупку машины. Рассказываю свой опыт и вы для себя решите, нужно так делать или нет. Для того, чтобы резко поднять свою кредитную историю и показать свою респектабельность, я послушал совета нескольких человек и решил оформить кредит на машину. Кто помнит, мой канал регулярно смотрит. Где-то год с лишним назад я купил Toyota Prius. На момент покупки этой машины на рынке, если покупать за наличку, или сразу расплачивать за нее, предложений было очень много и они были гораздо выгоднее, чем если бы я оформлял кредитную линию. Чтобы найти самую оптимальную цену на эту Toyota, мне пришлось даже ехать в Kansas City, где я покупал ее через салон. И после нескольких дней мытарств, когда мне наконец-то утвердили этот кредит, я купил эту машину. Чтобы вы понимали, что я не просто так купил, попавшись в машину и потратил очень много времени на поиск самого оптимального предложения. На момент покупки машины, это Toyota Prius в Омаха, она стоила в салонах, приблизительно мне она в отличном качестве, предлагали за приблизительно 11-12 тысяч долларов. В Kansas City мне удалось найти эту Toyota приблизительно за 8500, ну, поторговался, до 8000 мне уступили вот эту машину в кредит. Мне пришлось сразу сделать down payment, первичный платеж на 2000 долларов. И, соответственно, дальше я стал выплачивать эти кредиты. После платежа полугода этих кредитов я обнаружил, что не все так славно в датском королевстве. Во-первых, компания, которая оформляла мне кредит, потребовала, чтобы я оформил полноценную страховку, полную, full coverage. И кроме этого меня еще нагрузили специальной страховкой, потому что машина кредитная. В любом случае, банк не потерял свои деньги и при любом исходе, если машина разобьется, украдут, сожгут, все что угодно сделают, банк получил свои деньги. То есть это были дополнительные траты на страховку. Таким образом, у меня получилась лишняя переплата в 1000 долларов за год за вот эти вот самые дополнительные страховки, которые мне по большому счету не нужны. То есть я раньше платил только liability only гражданскую ответственность, потому что я езжу очень аккуратно. А в этом случае у меня получились дополнительные расходы не запланированные. Ну и, соответственно, когда я проконсультировался с бухгалтером, посмотрел график своих платежей, я понял, что фактически за год я выплачивал деньги, которые обслуживали эту страховку, и стоимость моего кредита, то есть погашение его, она уменьшилась ненамного. То есть весь год я непонятно за что платил. Ну и, соответственно, дальше пошли переговоры с этой компанией, которая давала мне кредит, и я принял решение полностью кредит покрыть. Соответственно, я полностью выплатил остаток суммы. Что произошло дальше? За тот год, когда я ездил на этой замечательной машине, компания Toyota выпустила новую модель, и, соответственно, все предыдущие модели в цене очень сильно упали. Если в начале года она стоила 8000 долларов, на момент, когда я покрывал кредит, она стоила уже порядка 65500. Ну и, соответственно, это была моя рабочая машина, я там очень много накрутил километража, там просто чудовищный был километраж. И в результате чего, с очень-очень большим трудом, я от этой машины смог избавиться за 4500 долларов. Вот смотрите, сколько потерял вот на этой кредитной машине. Это при всем при том, что если бы я покупал машину не в кредит, а за наличные деньги, на момент, как раз, когда я рассматривал предложение, я на отличный Prius мог бы, в принципе, найти в пределах 6500 долларов. Вот смотрите, стоило овчинкой выделки или нет. Для чего я ввязался в кредит на машину? Основная задача ваша не то, чтобы получить кредит на телевизор, там, не знаю, на стереосистему, даже на машину. Ваша основная задача, из-за чего все делают кредиты, это получить хорошую историю для того, чтобы подать заявку на ипотеку. Моргач. Это самое главное. Но моргач вам выдадут только в том случае, если вы, а, во-первых, три года подавали декларацию о доходах и в ней указывали в этой декларации достаточно высокий доход, тогда банки будут рассматривать ваше предложение. И второе, большинство банков не хотят иметь дело с людьми, у которых нет грин-карты. То есть, если вы ждете свой статус, Wells Fargo и другие крупные банки, скорее всего, вам вежливо откажут. Да, вы заполните форму, вы будете ходить к менеджеру, он вам будет мило улыбаться, потратить кучу времени, но результат будет одинаковый. Вам, скорее всего, откажут. Для тех, у кого есть грин-карта, соответственно, все дороги открыты, и вы можете попытать счастье вот в этих крупных банках. Но, опять же, при условии, что вы как минимум два года подавали tax income в конце года и показывали высокий уровень дохода. Тогда вас одобрят. Ну и, соответственно, вы дальше будете разговаривать про процентную ставку на свой mortgage. Я не вижу никакого смысла пользоваться американскими кредитами, кроме как mortgage. Единственное исключение можно составлять – это бизнес-кредиты. Если вы собираетесь открыть свой персональный бизнес, если вы хотите крутить какие-то деньги, то, соответственно, в этом случае вам по-любому придется открывать хотя бы LLC – это вариант ИЧП, и, соответственно, дальше уже идти в банк и разговаривать про бизнес-лоун. Это совершенно другие условия, совершенно другой разговор. Касается исключительно бизнеса, об этом мы еще будем отдельно разговаривать по поводу того, как вести бизнес в США. Иногда бывает аттракцион неслыханной щедрости. Так, например, после трех лет использования кредита мне пришли предложения из Ситибанка о том, что мне могут открыть кредитную линию беспроцентно на 21 месяц. То есть, соответственно, где-то сумму в пределах 3000 долларов я мог получить на кредитную карточку Ситибанка и ее беспроцентно использовать в течение 21 месяца. Небольшой был нюансик. При использовании этой карточки там, конечно, были небольшие скрытые проценты. То есть, если бы я, к примеру, попытался как-то деньги вывезти оттуда и использовать для своего какого-то бизнеса или еще для чего-то, скорее всего, я бы имел потери приблизительно до трех процентов. Говорю на основании разговора со своим бухгалтером. Мы изучали все эти бумаги, смотрели, как все это получается. То есть, в принципе говоря, от одного до трех процентов я, конечно, бы заплатил бы так или иначе вот эти скрытые платежи Ситибанк. Но, тем не менее, 21 месяц. Согласитесь, достаточно большой срок для того, чтобы эти деньги как-то с пользой использовать. Кто-то считает, что необходимо торопиться и, как только приехали в США, необходимо открывать Secured Credit Card и дальше, соответственно, пользоваться этой Secured Credit Card, а потом идти в банк, просить бумагу, связываться еще с каким-то банком, пересылать бумагу туда с просьбой, чтобы сделали трансфер вот этой типа наработанной кредитной истории. Все это полная лажа. Это мои личные слова. Если вы склонны доверять другому мнению, пожалуйста, я вам сказал, у меня кредитные очки, которые вы сейчас увидите и, соответственно, я действую на основании своего собственного опыта. Я пообщался с менеджером своего банка и он сказал, что да, в принципе, теоретически это возможно, но займется столько времени, что овчинка, опять же, не стоит выделить. И, если вы захотите закрыть вот эту Secured Credit Card в том же самом Wells Fargo, деньги вам сразу не дадут. Пройдет месяц, в тот момент, как вы закроете, и только после этого ваши деньги, которые вы кладете на депозит для обслуживания, то есть фактически вы будете иметь просто дебетную карточку, но которая будет называться как Secured Credit. И, соответственно, эти деньги вы только через месяц получите. То есть вот такая информация. Достаточно простой и прозрачный план. Надеюсь, вам моя информация поможет. То есть все, что надо, это получить номер социального страхования, а дальше достаточно очень быстро, в течение одного до двух лет, максимум трех, можно сделать себе отличную кредитную историю и уже выходить с подачи заявки на получение ипотети. Хорошего всем дня, удачи, здоровья вам и всем вашим близким! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok